Первая пятница этого лета выдалась довольно насыщенной. Вообще, вся прошедшая неделя вышла довольно интересной. Появилось довольно много подкастов и интервью с известными музыкантами, которые в ближайшем будущем выпустят новые работы. На этих же подкастах высказывались довольно интересные мысли. Например, Love Double Six в подкасте Джарахова объяснил свое отношение к цензурированию треков. Это интересно, потому что Ваня одним из первых запикал все запрещенное в своей музыке. Также на подкаст, но уже к Бухеру, пришел Big Baby Tape, который рассказал интересные инсайды про свой сольный альбом, а также обсудил поступки фараона. Обо всем этом мы сегодня и поговорим. Также не обойдем вниманием последней музыкальной новинки, например, долгожданный камбэк Рокета. Что ж, давайте приступать. Но перед тем, как мы начнем, хочется посоветовать вам крутую вещь Hustle.rf. Это магазин крутых кроссовок, одежды по самым вкусным ценам. В ассортименте более 3000 моделей кроссовок и все в наличии. На сайте только реальные отзывы покупателей магазина, которые можно проверить. Удобное оформление заказа, отзывчивая поддержка, профессионально помогут подобрать правильный размер. А самое главное, у ребят есть бесплатная доставка и оплата при получении. Также только для наших подписчиков действует промокод BPM, дающий скидку аж 30%. Заходи на проверенный магазин, убедись сам. Ссылка в описании под видео. Big Baby Tape пришел на подкаст к Букеру и рассказал много интересного про свои творческие планы. Например, довольно много минут разговора было посвящено теме клипов. Как известно, у Тейпа практически нет полноценных видеоработ, и это отчасти делает его уникальным игроком. Он смог стать звездой высшего эшелона практически, не экранизируя свои даже самые вирусные хиты. Но, кажется, альбом Варсова изменит эту ситуацию, по крайней мере, по словам Егора. На момент, когда выйдет подкаст, все уже будут знать, что я готов выпускать сольный альбом. Вот. И я хочу всех обрадовать. На сольном альбоме будет много клипов. Многое есть. Пять клипов. Ждите пять клипов. А сколько треков? 14. 14 треков, да, пять клипов. На момент записи этого подкаста уже у нас снято два клипа. Мы приступаем к третьему. И они уже точно выйдут. И это, знаешь, это тот материал. Они точно выйдут. Они точно выйдут. А ты можешь заносить что-то, как будет называться? Нет, я не буду. Не хочу об этом говорить. Вот. И как бы они точно выйдут. Я смотрел материал. Я его уже увидел. И это охуенность дерьмо. Я этим хочу поделиться с миром. И я хочу, чтобы фанаты, вы, делали нарезки уже с этим материалом. Они сходят с 2017 года. Я вот с нарезки с этим подкастом, в первую очередь. Также Тейп рассказал многое про своих коллег по индустрии. Вернее, про свое отношение к ним. Например, было сказано, что с Депо они теперь вряд ли будут сотрудничать, потому что Артем, по мнению Тейпа, очень тяжелый человек. Хотя для нашей истории хип-хопа это очень важный персонаж. Также Егор рассказал про свое знакомство и взаимодействие с Кизаро. Оказывается, Тейп считает трек Олега Джевю одним из самых важных за всю историю нашей индустрии. Несколько слов было сказано и про Фараона, при этом в контексте мини-конфликта последнего с молодым Платоном. Как вы помните, Глеб на одном из ВК-фестов грубо оттолкнул Платона, что попало на видео. Этот отрывок стал мемом про мятую рубашку, потому что именно из-за рубашки Глеб так грубо оброшелся с рэпером. Позже сам Платон комментировал эту ситуацию вот таким вот образом. Чуваки. Я видел то, что возникают вопросы, почему Фараон толкнул молодого Платона. Бро, это какой-то полусюр. Короче, рассказываю. Дело было на ВК-фесте. После этого и произошла вся ситуация с рубашкой. Тейп упомянул всю эту ситуацию на подкасте и осудил Фараона. Он был в мятой рубашке? Да, вот этот биф с мятой рубашкой, это такая странная тема вообще. Ну как бы, я не знаю, это прям как Платона так откинуть. Мне кажется, вся шутка в том, что как раз таки, типа все угорают с того, что человек слишком серьезно относится к своей рубашке. Что ж, подкаст получился довольно интересным, советуем его посмотреть. Видимо, его появление означает, что тейп начинает все чаще мелька в сети. Видимо, не за горами уже давно обещанный проект «Ворского». Одним из самых заметных представителей Мемфиса на русском языке, что интересно, является артист из Казахстана под ником Дурникин. Его работа Колизей показывает, насколько серьезно артист относится к музыке в целом и к жанру в частности. Например, записанные дорожки он специально перегоняет через старые кассеты для передания особого эффекта южного звука, а клип снимает на ВЧС-камеру. Никита пишет музыку с 2009 года, а творческий путь довольно длинный. Его Мемфис звучит очень необычно, особенно в контексте сегодняшней рэп-игры. И неудивительно, что музыкант с каждым новым дропом становится все популярнее. Мало того, что Никита особенным способом пишет музыку и снимает клипы, так он еще и сам занимается монтажом. От этого его видеоработы смотреть особенно интересно. Темная атмосфера клипов в целом соответствует темам в треках рэпера. Примерно то же самое можно услышать и в «Репрезенте Иста», который вышел 12 мая. Уже в начале июня появится бомбическая экранизация этой композиции, так что будем следить. Еще в начале мая по сети разлетелась новость, что Love Double Six заменил альбом Глориджи на его цензурную версию. Сейчас упоминания веществ, в том числе сленг и эфемизмы, зажеваны. Что интересно, запиканными оказались даже слова по типу «Отрава». Новая версия релиза теперь загружена во все стриминги, в том числе в Spotify и Apple Music. Понятное дело, что Ваня решил поступить так из-за скандала вокруг Скали Милана, который первым начал удалять и запикивать свои старые треки. Недавно Love стал гостем подкаста Эльдара Джарахова. Там, понятное дело, был поднят вопрос цензуры в музыке. И вот что сказал рэпер. Цитаты. «Сейчас такой этап карьеры наступил, что это уместно. Если в повестке сегодняшнего дня за это меня могут начать грузить по законодательству, то мне просто не нужны проблемы из-за того, что я сказал какие-то там слова. Из-за того, что я просто считал это модным. Я не считаю, что это то, за что я готов топить. Типа, я говорил про курение, и я должен теперь всегда отставить, что я так считаю. Время идет, и я уже давно считаю, что вещества – это самое бесполезное времяпрепровождение». Также артист порассуждал и о ситуации вокруг Скали Милана. Вот еще одна цитата. Тут уже вопрос приоритетов. Свобода – понятие не абсолютное, а относительное. Сегодня один инфоповод, тебе могут заклевать, много негативной реакции выдать. Если это не какой-то жесткий репутационный поступок, мы говорим о чем-то таком, как со Скали произошло. Сегодня будут это обсуждать, а завтра уже какая-то другая ситуация случится, и будут уже об этом говорить. Загоняться о таком глупо. Людям нужно хлеба и зрелища. Это все в копилку этого идет. Теперь давайте поговорим и про дропы этой ночи. Рокет вернулся с мини-релизом после двухлетнего молчания. На релизе также есть реверанс в сторону Гуфа, а именно «Города дорог». Единственным гостем проекта стал Лил Дракел. Альбом выпущен после длительного молчания Дмитрия, который не дропал сольные релизы два года и ничего не постил в соцсетях. На этой же неделе у него вышел клип на трек «Город». Интересно, что после дропа трека и клипа «Город» в комментариях под постом Рокета пришел Сода Лав, который написал следующее, цитата. «Си превратился в 0.44 Роуз». Чуть позже Сода написал следующее, цитата. «Какой биф? Я с этим типом лично не знаком даже. Мне неинтересна чужая жизнь. Я МС, и когда я слышу, какой рэп сейчас читают, тильтую. Вы меня знаете. Никакого хайпа на чужих именах. Я работаю только на свое имя, оно работает на меня. Мне не нужно ничего доказывать. Музыка – показательский лай. У кого-то он есть, у кого-то нет. Идите в садик, футбой». Рокет пока никак не комментировал такие выпады в свою сторону. Джизус выпустил клип «Перед оф зе ворлд». Это главная песня с его нового альбома «Дух мира». Если вы помните артиста по ранним хитам типа «Девочки в классе», тут есть чему поудивляться, как потяжелело звучание Джизуса и как артист углубился в поиске ответов на непростые вопросы. Режиссером видео стал Эльдар Гараев, сотрудничавший с обладая «Бульваром Депо», «Фараоном» и «Маркулом». Сквозь Баб презентует новый трек под названием «Триста». Это дебютная работа артиста в качестве музыкального продюсера Диджея Укс. Марат первым в индустрии сделал музыку бразильских вечеринок в двумя годами ранее в треке «Фавелла». И совсем недавно выпустил песню Петра Первой с элементами того же жанра. Пришло время очередного хита. Васио выпустил фит с Димой Биланом. Отныне для Николая открывается совершенно иная аудитория. Далеко не каждый артист в силах похвастаться работой с настоящей звездой эстрады. Трек «Не вдвоем» — это мелодичный сингл, посвященный отношениям с девушкой. Неделю назад он прозвучал эксклюзивно на премии музыкального канала, где Билан и Васио выступали в дуэте на сцене. Давайте скажем пару слов и про западную индустрию. «Файвово Фарейн» — один из прорвавшихся мейнстрим-лидеров дрилл-сцены Нью-Йорка — выпустил микстейп «Визаут Ворнинг» — обойма бенгеров для улиц с редким нынче гостевым куплетом от «Канья». Прошлогодний дебютный альбом рэпера «Байбл» — многие критиковали за то, что он был по-индустриальному прилизанным и смягченным, и требовали вернуть улицам звук «Файвео». Кажется, именно эту функцию должен выполнить новый релиз. «Викенд» приятно удивил фанатов, когда неделю назад включил на Каннском кинофестивале коллаборацию с «Плейбойкарте». Тогда же стало известно, что трек выйдет на саундтрек-альбомик сериалу «Кумир». Однако сингл выходит в свет отдельно за пару дней до релиза саундтрека. В финальной версии был добавлен парт от «Мадонны». За продакшен ответственны «Метро Бумен», «Майк Дин» и «Саму Уикенд». А на сегодня у нас все. Какая новость впечатлила вас больше всего? Пишите свое мнение в комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Ну а меня зовут Дмитрий Толщенов. Всем пока. Дмитрий Толщенов